Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радио Народная волна» на частоте 1430 М99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radioNVC.com и на нашем YouTube-канале Radio NVC. С вами в студии Анатолий Червец. Добрый день. Меня по-прежнему зовут Сергей Зоцепин. Я уже вскользь упоминал о том, что мы принимали участие в ралли в поддержку избирательной кампании Трампа и демократов, которая проходила в Хайланд-парке. Осталось двойственное такое ощущение от этого ралли. С одной стороны, там были действительно энтузиасты, которые вселяют надежду. Кто собирал это ралли вообще? Именно ралли? Именно ралли, это тоже был преподаватель, один из преподавателей из Lake Forest High School. Но там была и противоположная сторона, Black Lives Matter. И вот их собирала одна из учителей из этой же школы, Lake Forest High School. Зовут ее Марни Левинзон. И в своем призыве прийти вот этих ублюдков туда, она пишет, что планируется... Вот я сейчас читаю, просто на Фейсбуке мне переслали ее месседж. В понедельник планируется про трамповское ралли. И учитывая, что... А, в Хайланд-парке. И учитывая, что здесь живет еврейское население, это оскорбление. Мама дорогая, Трамп, который признал Иерусалим столицей Израиля, Трамп, который столько делает, в отличие от любимчика госпожи Левинзона Абумера, который просто игнорировал Израиль, который наделил Иран деньгами колоссальными, с тем, чтобы он, так сказать, финансировал Хизбаллу и прочих ублюдков. Значит, вот эта вот дама считает, что про трамповское ралли в Хайланд-парке это оскорбление для евреев. Я не понимаю, что это за евреи такие? Ну, у меня идея только одна. Мне почему-то так кажется, что это абсолютно проплаченная активистка, потому что даже среди евреев тоже есть активисты, которые падки до денег, особенно до хороших денег. Я не думаю, что там что-то было связано с какой-то идеологией. Честно. Ты знаешь, у меня несколько иное впечатление. Там были по несколько человек проплаченных, ну, такие, знаешь, специалисты, которые этим занимаются. Там пару афроамериканцев с мегафонами были, которые знают, что они делают, которые включили там бумбакс, который поет рэп такой F-Trump, F-Trump, и они все в экстазе прыгают там. То есть были пару еще человек, один, я уже говорил об этом, в такой форме, в защитной, ну, в защитной не в том смысле, что там массаж, а там щитки, налокотники, наколенники, в шлеме такой, готовый биться до последнего, и с ним такая же подруга. Это, так сказать, люди, которые специализируются на этом. Явно. Они этим занимаются. Это как бы их основной заработок. Но что касается вот этой учительницы, я боюсь, что это идеология. И, мало того, она привела с собой туда 12-летних, которые скандировали, матерились тоже, разговаривая со взрослым человеком, который годится им в отцы, в дедушки, через каждое слово F, Flip, и так далее. И особенно отличалась одна азиатка. Я не знаю, кто она, кореянка, скорее всего. Я не очень понимаю разницу. Но, скорее всего, кореянка. Злые, отмороженные глаза, абсолютная ненависть в глазах. С кем бы она ни разговаривала. Она не разговаривала. Она орала, она орала, тыкала пальцем. Господи, 12 лет. Ну, собственно, чего удивляться, если у нее учительница такая. Да у тебя и все. Но, ты понимаешь, разница между тем, что я говорю и то, что ты говоришь, люди, ну, будем называть их так, люди, которые пришли вот в этих щитках с бумбаксами и подготовленные. Да, это проплаченные, но это эджитейерис. Это именно вот эти агитаторы, это именно вот эти проплаченные. Я говорю про эту учительницу, которая проплачивается тем, что она прослеживает фейсбук-пейджи и вот этим она вызывает вот этих ребят, как говорится, она, как это, маркер, вот она маркирует место и вот туда высылаются вот эти агитаторы. Потому что я не поверю в то, что человек назовет, ты понимаешь, а что если было, ведь они не знали, там будет мирная демонстрация, там будет немирная. А если бы эти твари пришли в Хайлом Парк и разгромили бы весь Хайлом Парк, я не верю в то, что пошла бы на это просто так ради идеологии какая-нибудь еврейка. Но это мое мнение. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Говорите. Добрый день, говорите, пожалуйста. Спасибо за вашу передачу. Я хочу два мнения выставить. Во-первых, по поводу учителей, во-вторых, по поводу молодых, скажем, Лэдис Хайланд Парка. Во-первых, учителя это вообще то, что происходит в Америке, это ужасная вещь. Представьте, люди, не работая уже под 9 месяцев, практически или полгода получают огромные деньги и надбавки и работать вообще не хотят. Живут за счет, особенно в штате Венойс, наших налогов только за счет наших налогов. И поэтому, пока это будет продолжаться, будет продолжаться то, что продолжается. Это, я скажу, наверное, реакционное и опасное часть сообщества сейчас. А по поводу девочек Хайланд Парка, я бывал на многих барнитвах, но таких отвязанных молодых, скажем, девушек и леди, как Хайланд Парка, я не видел нигде. Я просто занимался этим бизнесом. Это просто ужасно. Я думаю, что это воспитание, я думаю, что родители и абсолютное воспитание абсолютной безнаказанности. вам можно все, делайте, что хотите, ну и, наверное, опять-таки, полное чувство какой-то ответственности. Вот такое мое мнение. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И эта учительница Марни Левензон, это не исключение, это правило, к сожалению. Исключением являются как раз учителя, которые не занимаются этим. Вот это исключение. А это скорее правило, что меня печалит, но очень хочется верить, что Трамп реализует свое обещание, он сказал, что школы, которые занимаются индоктринацией вместо образования, будут лишены федеральных грантов. И это правильно? Это абсолютно правильно. Потому что учителя должны учить математике, английскому, истории, а, я не знаю, наукам, а не заниматься промывкой мозгов и воспитывать вот таких, которых я видел 12-летних, которые это ну может быть я человек старой закваски, мне это кажется странным, когда сопля такая подходит, начинает показывать средний палец и орать, глядя в тебя отмороженными глазами в шаттав то есть для меня это было таким шоком небольшим. Добрый день, пожалуйста, в эфире приглушите радиоприемы. Мне кажется, что это женщина, что это усилие, это просто по зову сердца, потому что я знаю, ну я не скажу миллион, но очень много американских евреев, очень, ну как сказать, грамотных, ну ира, доктора, которые просто считают Трампа желудоким клоуном, и что бы им ни говорили, что бы ни приводили, это как достяп честнятку горохом. Никто не хочет слушать, они как бык красная, и Трамп для них это просто, просто хоть непонятно, что число которого не должно существовать. И они все грамотные, была ирая, как я сказал, доктора, бизнесмены для них просто, просто чудо в берег. Вот и все. И они все евреи. Все евреи. Вот такая спасибо за вашу вот такая ситуация. Да, кстати, народу на этом ралли было не так уж много. Я не знаю, с чем это связано, возможно, лонг-викенд, народ разъехался и так далее. Погода хорошая, лонг-викенд. Да, но с другой стороны плохая, плохая погода народу тоже. Почему я спросил, кто это организовывал, потому что, ну, я тебе скажу, меня там не было, ты знаешь это, но я просмотрел абсолютно вот все, что было, как говорится, возможно, доступно на интернете. Я очень внимательно это все просмотрел, я видел этого черного, который с мегафонами, там прыгал, вот эти азиатка, я это все видел. Но, ты понимаешь, вот, с одной стороны, вроде бы и критиковать как бы неудобно, потому что, ну, возьми, сделай лучше, да, казалось бы. Но с другой стороны, ты знаешь, если уже готовится такой ралли, и знали, что будут вот эти Black Lives Matter, это знали, шли слухи еще до этого ралли, что там будут Black Lives Matter. Вопрос. Ты понимаешь? Кстати, там было довольно много полиции. Я видел. Там довольно много полиции. Идея этого раза. То есть, просто стать на углу и стоять. Я расскажу тебе идею, подожди, давай, примем звонки, я расскажу тебе, как я это восприниму. Добрый день. Добрый день. Знаете, самое лучшее средство, когда вот такие вот там стыкухи подходят или кто бы не подходит, вы очень хорошо их на русском языке посылаете. После этого, поверьте, они впадают в ступор и сразу отваливают. Я думаю, что если их послать по-английски, они тоже впадут в ступор, потому что они умеют только нападать. Когда вы их посылаете по-русски и они не понимают, что им говорят, вот это их вводит в ступор. Ну, может быть. Надо попробовать. Спасибо. Не помневайтесь. Проверите, потом скажете. Спасибо. Я знаю, что это на палестинских детишек, которые нагло себя ведут, производят впечатление, когда они слышат русский мат, они успокаиваются. Добрый день. А добрый день. Это я еще раз. Я только что вернулся в Флориды. Что вам сказать? Там нет ни одного, ни одного сайда Black Lives Matter. Ни одного. Везде написано, больше, чем где-либо. Я видел, написано Trump, Impin' for the President. Яхты плавают с флагами. Трамп. Вот тут твони-твони. Это амбилы. Оба люди ходят в масках, на них написано Трамп. И как попал вообще в другой мир. Клянусь вам. Вполне допускаю. Спасибо. Добрый день. О, ребята, я вас люблю. Ну, как-то больше оптимизма. Вот я у блогера, там есть такая Елена из Сан-Диего. Она показывала в воскресенье ралли, трех тысяч катеровый яхт. Сесть Трампа. На берегу стояли люди с флагами. Эти три тысячи катеровый яхт прошли. Те и другие из берега, из катеров кричали еще четыре года Трампа. Я 20 минут со слезами на глазах получал удовольствие. Замечательно. Замечательно. Абсолютно. Спасибо. Сейчас, прежде чем я... Ну, давай еще принято. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день, ребят. Да, Юр, привет. Идут передачи по телевидению US Open. Тернисные соревнования. Трибуны закрыты большими плакополотнищами. Написано Black Lives Matter. Черный спортсмен, не буду называть фамилию американец, выходит в повязке, в футболке Black Lives Matter. И белые спортсмены, белые репортеры как будто ничего не происходит. Улыбаются, берут интервью, играют. Ну, благодать. Да, да, да. Просто смотреть невозможно. Так самое интересное то, что если это невозможно смотреть сейчас, если, не дай Бог, победит Байден, это опять же станет нашей новой нормой. Да уже она стала нормой. Нет, пока еще нет. Спасибо. Кстати, Трамп распоряжение сдал. Ведь промывание мозгов проходит не только в школах, а в университетах, но и в государственных учреждениях. И все это проходит за счет денег налогоплательщиков, потому что требует, как это называется, критическое расовое мышление или что-то такое, тренинги проводятся, за которые они чарживают сумасшедшие деньги. Приходит какой-то черный обормот или обормотка. На фейсбуке я видел фотографию такая тетенька. У вас в Стивенсен, ты видел эту морду? Вот. Директор новый. Ну да, директор по разнообразию. По разнообразию, да. И он читает лекции, то есть он рассказывает государственным служащим, что они белое ничтожество, и они должны, так сказать, покаяться, извиниться и так далее. В общем, вот такой бред. Из-за такой бред они получают десятки тысяч долларов. Ну такое, на самом деле, это рэкет. Самый типичный махровый рэкет. То есть... уже не махровый, Серёжа. Махровый это был, знаешь, когда там из-за угла кто-то где-то крикнул. И вот Трамп сказал, что всё, ребята, стоп, стоп, хватит заниматься ерундой, потому что страна сходит с ума. Причем так уверенно, такими семимильными шагами идёт к безумию. Что касается этого ралли, смысл его. В комментариях там парень написал мне, на какой смысл во всей этой дуристики, типа молча прошли, проголосовали. И он прав в том смысле, а, ну, в том смысле, что кто кого переубедит, не вы их не переубедите, не они вас. И это абсолютная правда. Бесполезно переубеждать вот эту малокососку 12-летнюю, которая... Она не давала сказать, я не пытался с ней даже разговаривать, но люди, которые пытались что-то ей сказать в ответ, она начинала орать и материться, орать и материться. Ну, нет никакой надежды, что её можно вот в такой дискуссии переубедить, если это можно назвать дискуссией. А это и не стоит целью, и не ставилось задачей. Но при этом вот человек, который позвонил, сказал, больше оптимизма, как бы больше... И он прав, потому что, когда видишь бесконечные ралли отмороженных трампа-ненавистников, у людей начинают опускаться руки. Может создаться впечатление, что, как бы, ну, всё, мы уже потеряли выбор, мы уже потеряли страну и так далее. А в то же время, вот он же сказал, говорит, когда я видел 20 минут, я наблюдал со слезами на глазах, какие парады в поддержку Трампа проходят, это вселяет надежду, это придаёт некий оптимизм людям. А в противном случае люди решили, что всё, мы уже всё потеряли, идти голосовать не имеет смысла. Я вижу в этом вот такой смысл. Моральный, поддержать, то есть, когда ты видишь, что, не, подождите, секундочку, не все сошли с ума, не все хотят построить светлое социалистическое будущее. Есть ещё люди, которые этому противостоят, есть люди, которые пойдут и будут голосовать не за Байдена, не за Херрис, не за Акасио Кортес, не за Black Lives Matter, не за Антифу, нет, пойдут люди, которые хотят сохранить эту страну, голосовать, и вот это придаёт неких моральных сил, что ли. Я думаю, что в этом заключается смысл этих ралли. Кстати, 13 сентября в Виллинге будет проходить ралли. Оно будет проходить ралли как бы опять в поддержку полиции, но, скорее всего, там придут люди, которые поддерживают Трампа, и организаторы ралли начинают беспокоиться по поводу безопасности. Полиция сначала сказала, ребята, у нас, так сказать, это ваши проблемы, занимайтесь сами. Потом сказали, написали ответ, что мы выделим там офицера, который будет наблюдать за этим. Вот теперь объяснение. Вот я тебя слушаю внимательно. Идёт толпа в поддержку полиции. Blue Lives Matter, мы вас любим, мы вас да-да-да-да-да. А полиция вам говорит, ребята, это ваши проблемы. Не вмешивайте нас. Знаете, почему? Потому что у нас своих проблем хватает. Нам ещё за вас тут головы терять абсолютно неинтересно. Так вот теперь объясни мне вот эти вот тёрки. Попробую. Давай. То, что происходит, ну, здесь я не знаю, как это будет происходить. Там полиция, кстати, там в Хайлом парке было довольно много, очень представлены были полицейские. Правда, когда этот афроамериканец с мегафоном практически белому парню, там, кстати, приехали парни на таком траке большом с флагами и такие... Да, голубой трасс, синий. Причём они там ездили кругами и сигналили. Да. И он в лицо с мегафоном к нему, ну, то есть, он явно провоцировал. И этот парень его то ли оттолкнул, то ли что-то дёрнул, то ли... Ну, как какой-то так раз резкое движение, не ударил, нет. Оттолкнул. И тут же полицейские подошли, этого белого парня сразу повели в сторону. Ну, то есть, они его не арестовали, насколько я понимаю, но как бы они... Они боятся подойти к этому чёрному засранцу. Конечно. Который провоцирует всех. Вот, понимаешь, он подходит к человеку в лицо, начинает ему в лицо. Нет, я понимаю, да. И полицейские боятся. Почему? Потому что мы имеем прокуроров таких, как Ким Факс. Это просто она показательная. Таких прокуроров до хрена, скажем. Мы имеем мэров, таких как Лайтфуд, Легкоступова, которые полицейских держат в узде, и не дай бог полицейский добросовестно выполнил свои обязанности, он нажил себе геморрой. Да. То есть, демократы, которые стоят у власти в этом городе, в этом штате, они стоят на стороне бандитов. Они не стоят на стороне закона и порядка. Они стоят на стороне бандитов, поэтому, ну, во-первых, они отдают полицейским команды действовать или бездействовать. А в случае, если полицейский выполнил свой долг, ему... У него проблемы. У него проблемы. Нет, я это все прекрасно понимаю. Поэтому, так как я на это смотрю. До тех пор, пока вот эти евреи, которые живут в Хайном парке, которые считают, что трали в поддержку Трампа, это оскорбление для евреев, и они будут голосовать за таких, как Притцкер, за таких, как Легкоступова, мы будем сидеть в этом дерьме. Ну вот смотри, вот ты говоришь, если евреи в Лейк-Форесте... О, это я условно сказал. О, а условно, вот это и проблема. Ведь в Лейк-Форесте, кроме такой, как Левензон, есть другие евреи, которые абсолютно ее не поддерживают. Абсолютно. И только потому, что она, как говорится, позор еврейского народа, на это подписалась, это уже очень плохо. Теперь, то же самое в Хеллом Парке. Ты знаешь, что меня очень удивило, вот в вашем РАЛе? Меня удивило количество пожилых людей, которые присутствовали там. Значит, а это действительно так, там были взрослые люди. Там в основном были взрослые люди на этой стороне. На той стороне были 12-летние сыкухи, безмозглые. И, черт с ней, меня больше интересуют вот эти люди, которые, может быть, два-три года тому назад, они еще были демократы, но видят то, что происходит сейчас, они переходят к ним. Это такая оптимистическая нота. Это именно оптимистическая нота. Вот что меня больше подбадривает. А вот то, что происходит в Виллинге, если вы получаете лицензию на РАЛе, ну как это, чтобы полиция не обязана выделить какое-то процесс. Полицейского одного выделяется, для того, чтобы он смотрел. В этой связи, ну, я не буду сейчас давить на сознание, русскоговорящих, которые нас слушают, которые гуляют по Фейсбуку. Это дело каждого, приходить, не приходить, участвовать, не участвовать. Это дело абсолютно каждого. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это было массово, потому что это вселяет надежду. А что касается безопасности, никто, нигде, никому, нигде не гарантирована безопасность. То есть, в Чикаго, из Чикаго уже бегут, из Нью-Йорка бегут, из Чикаго бегут. Народ, так сказать, ему есть чего терять, они начинают куда-то уезжать, у кого там летний домик, у кого где-то что-то разбегается. А вот люди, которые живут в пригородах, по-моему, еще до конца не поняли, что они тоже не находятся в безопасности. Ну, да. Потому что ничего же не стоит приехать в Виллинг, в Баффало-Грофт, в Хайланд-Парк, в Венетку, куда угодно. Причем у нас даже нет вот этих мостов, которые поднимаются, чтобы как-то перекрыть дороги. Так что возникает вопрос о том, как же мы можем обеспечить свою собственную безопасность. И похоже, что вот те погромы, которые прошли в больших городах, это была такая репетиция. Потому что после того, как выиграет Трамп, я думаю, что уровень безумия вот у этих, которые демонстрировали свое неприятие Трампа, возрастет многократно. И тогда никому мало не покажется. Можно я внесу немножко оптимизма в твое стейд? Да, да. В твой стейд? Если, дай Бог, выиграет Трамп, и у него будут абсолютно, так же, как у Обама в свое время, развязаны руки, вот эти вот все мэры, которые кричат, ты нам тут не нужен, поверь мне, придут вот эти National Guard, он их всех депутирует, я имею в виду, что он им даст разрешение, и быстренько наведутся порядки везде. Об этом я говорил со своим хорошим знакомым, у которого опустились руки, он уже смотрел на карту и куда бежать. Я ему сказал, подожди, третьего ноября пройдут выборы, Трамп выиграет выборы, потом надерет задницу этим безумцем, и все будет в порядке. Другое дело, что выборы, похоже, сами выборы, сам процесс выборов будет проходить, мягко говоря, нетрадиционно, не так, как это, ну, то есть, демократы будут вести себя традиционно, будет, ну, просто, многократно умножено, будут попытки фальсификации, там, это, то есть, ты же читал, наверное, вот там они проводят опросы, опросы проводят, они такая, воррум, разыгрывают сценарии, там, подеста во главе всего этого стоит, и готовит заговор, и призывает, там, некоторые штаты сразу требовать отделения, ну, в общем, все возможные сценарии. Деньги, я сижу и слушаю вот этих, я прошу прощения, аналитиков, за такое слово, да, и я сижу и думаю, ребята, ну, хорошо, ладно, но вы хоть деньги за это получаете, тогда чешите вашими языками, когда выступает тот же, Уан Уильямс, когда выступает подеста, когда выступает Джессика Татарло, им хоть деньги за это, а что они должны говорить, что все, все пропало, ребята, все. Давай, примем пару звонков, и уйдем оперировать. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анатолий, Маркин, добрый день, да, большое вам спасибо за вашу передачу, разрешите задать вопрос? Конечно. Только радио приглушите, потому что очень сильное эхо. 27 лет уже в мире, в этой синагоге, это реформистская синагога, брат, на прошлой неделе прочитал, брать брат, что они, значит, 600 еврейских организаций, включая синагоги, опубликовали письмо, в поддержку БФС Мэтр, и опубликовали это в Нью-Йорк Тайм. Ну да, нормально. Вот. И никакого стеснения нет, и ничего. И, как членская синагога, я могу сказать, но, мое мнение никто не спрашивает. Да, я понимаю, я понимаю. Послушайте, вы же, опять же, вы же все прекрасно понимаете. То есть, точно так же, как в свое время, 800 адвокатов подписали письмо, что нужно Трампа там наклонить, и, в общем, нагнуть и так далее. Находятся вот такие, как говорится, useful edits, которые, да, они готовы подписать что угодно, только дайте что-нибудь там взамен. И мы вам напишем любую Филькину грамоту. Вот и все. Есть надежда, почему надежда не безосновательная. Ты знаешь, Миннесота теперь оказывается, похоже, что двигается в направлении... 6 counties. 6 мэров подписались. да, да, То есть, люди начинают понемножку прозревать мозгами, начинают понимать, что происходит. Теперь меня интересует одно. Вот этот округ, в котором Ильхан Амар, поменяют ли они что-нибудь по отношению к ней? Вот это будет интересно. Поживем, посмотрим. Друзья мои, никуда не уходить. Буквально через пару минут вернемся, продолжим, а сейчас послушаем рекламное объявление. Фейсбук накрылся медным тазом. Упс. Упс. Добрый день. Нету Фейсбук. Ключ с гайкой. Добрый день. Добрый день. Я хотел бы узнать, если у вас есть такая информация. Подсчитывает голоса, комиссию, которая подсчитывает голоса в каждом штате, возглавляет секретарь РФД. В связи с этим, сколько выборщиков в штате подсчитывать будут республиканцы, а сколько штатов, в которых будет подсчитывать демократы? Насколько я не знаю. Республиканцы больше. Да, но я знаю, что делегациях и республиканских больше, там 26 на 24 примерно делится так. это количество штатов, но это не количество выборщиков. Я не, нет, я не, да, вы абсолютно правы, я не уверен, спасибо большое, то есть количество губернаторов в 26, наверное, республиканских, или, нет, количество, не так, 26 на 24, это 26 делегаций, где республиканцев больше, где республиканцев больше. И 24 делегации, где республиканцев меньше, там демократов больше. А в 27, по-моему, штатах республиканцы, губернаторы, но я не уверен, что во всех этих штатах секретарь of state, республиканцы, потому что это выборная должность. Так что, гарантий никаких. Ну, у нас в Иллиной так точно не республиканцы. Да. А количество выборщиков зависит пропорционально там количеству проживающих от каждого штата. Я сейчас навряд ли вспомню, сколько в каком штате. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Одно слово скажу по поводу спортсменов. Еле шевелите руками, ногами, ну и шевелите, только не лезьте в эти политические дела. Получайте сумасшедшие деньги. Вот. А у меня такой будет неожиданный возможно вопрос, так сказать, другому тоже можно говорить. Скажите, почему я вот совершенно не слышу голоса церкви? Понимаете? Ведь это же моральная основа. Была когда-то моральная основа. В Европе они загибают. и здесь получается тоже, а если можно, значит, тогда все можно. Конечно, да, об этом разговор. Вы посмотрите, ну, церковь когда-то была строгая, придерживалась каких-то доктрин, я не знаю, а потом со временем, вы посмотрите на Папу Римского. Ну, не реформистские всегда же бывали, в общем-то. Папа Римский, да, но это они посадили его. Совершенно верно. То же самое происходит, скажем, в реформистских синагогах, что сидят. Да, это я знаю, но реформистские они же всегда были, средние капли тоже такие реформистские, ну, ну, что там, они враждовали и так далее, но в принципе вот его не слышно совершенно, вот это. Ну, не знаю, евангелисты... В Америке евангелисты очень серьезные голоса... Я публично ничего не слышу. Нет, довольно часто выступают. Они постоянно выступают. Именно вот евангелисты, протестанты, католики не так нац, как говорится, нацомач, но они очень серьезно выступают и на телевизионных каналах, тот же Факс Ньюз, они действительно принимают участие, и когда идут, начинаются разговоры про аборты или про лайф и так далее, то есть, они не беззвучны, просто... Я вам лучше... Их не слышно, я бы так сказал. Ну, значит, надо лучше слушать. Спасибо большое за вас. Потому что их достаточно... Спасибо. Они достаточно активны как раз. Еще раз напомню, 13 сентября, воскресенье, в Виллинге будет проходить ралли. Дело каждого, принимать участие нет. А это вот на перекрестке, там где... Там где фонтан? Там где фонтан, да, на этой стороне, во всяком случае. Я не знаю, будет ли это прямо на сайт, бог, или это будет на паркинг-лате, который чуть сзади там. В общем, там уже увидите, сориентируетесь. Мужикам следует прийти, на самом деле, если у мужиков еще что-то мужское осталось, такое, ну, защитник, как бы, потому что женщины, похоже, более активные, более такие решительные. Я думаю, что мужикам следует тоже, так сказать, прийти, посмотреть, и, может быть, последить за тем, чтобы женщин не обижали. Я думаю, следует это сделать. Да, кстати, я уже не раз... выполнить работу полиции? Ну, полиции, не полиции, но, во всяком случае, хотя бы видимость создать, что присутствуют мужики. И, может быть, это охладит пыл вот таких волшебных на всю голову девочек сказочных. Я уже несколько раз по радио говорил, что у нас есть сайны, ярд сайны. И мало того, что люди ленятся или не находят необходимым ходить на подобные ралли, даже сайн поставить где-то там, ну, может, не у себя дома, но где-то на улице, ну, хоть какой-то вклад внести, и то, как бы люди не очень. Заехать на радио, забрать сайны, бесплатно, за которые мы заплатили деньги. Заберите, поставьте. Нет, как-то не очень. То есть, на Фейсбуке я смотрю много очень активных людей, принимают участие в дискуссиях, высказываются довольно разумно и так далее, а вот что-то сделать даже небольшое не все готовы. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, вот мы с Яшей Стречиным сократили доход NBA баскетболистов на 40%. Ну, не только мы вдвоем, еще миллион людей отказались смотреть, потому что реклама Black Lives Matter, что там написано, они им отчисляют деньги, а у них уже упали эти деньги. И те, которые не смотрят, они не дают им деньги. Понимаете? Это правильно. Это правильно. Я призываю тех, которые смотрят, чтобы они подумали, стоит ли им смотреть баскетбол, там, где пишется Black Lives Matter, потому что всегда отчисляют деньги. Потому что ваши деньги идут на поддержку. Совершенно верно. На поддержку. Да. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, Сергей, вы сказали, что женщины более активны. Это же очень замечательное явление. Говорят, что те, за кого голосуют женщины и самбарбов, те и побеждают. поэтому это очень хорошее знаменование, как бы сказать. Я очень рада услышать от вас. Спасибо большое. Да, это хороший знак, потому что трезвонят все о том, что вот, женщины пригородов, так сказать, за Трампа не голосуют, голосуют за Байдена. Бедный Байден. Я сегодня смотрел, он поехал в Мичиган на заводе там на каком-то выступает. Жалкий вид. И не показывают, аудиторию не показывают. Ну, Трамп проводит ралли, видно, что там народ сзади, спереди, с боку. А с Байдена, во-первых, кадр стил, никуда, ни вправо, ни влево. И когда он говорит какие-то вещи, после которых должен раздаться грохот, аплодисменты, я слышу, что вся аудитория, все пять человек. Да, да, да. Кстати, ты заметил, что он действительно, это, кстати, это большая деградация. Он сейчас не отвечает на вопросы, пока ему не напечатают ответы. Абсолютно. То есть, мало того, что люди, которые задают вопросы, читают их по бумажке, так еще и Байден ответ читает на телепланте. Он стоит, пока ему печатают. И тут он вдруг оживает и начинает отвечать. Просто кошмар. жалко человека. Но, если честно, его искренне жалко. пожилой человек. Пожилой дампер, дамперсы поменять надо вовремя. А тут еще речь какую-то предлагают. Добрый день, вы в эфире. Да, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, знаете ли вы, когда будет ближайшее ралли в поддержку трампа? 13 сентября, в воскресенье. Россия, откуда человек звонит? Откуда я внаюлся. А, я еду в любой район. Все, 13 сентября, в Виллинге, на Угру. На перепрестке Данди и Милвоке. Окей. Вы знаете, если вы будете ехать на север в 11 часов, если вы будете ехать на север по Милвокам, то вот с правой стороны, как только Данди переедете, с правой стороны там есть фонтан, здание, и за ним там есть большой паркинг-лаб, я думаю, что там нужно запарковаться. Я думаю, что его будет видно этот ралли, эти флаги. Так что прямо у него Данди и Милвоке. Пронсфаранты нужно как-то самой сделать, я так поняла, или будет это что-то... Я по этому поводу сказать ничего не могу, но если вы хотите, вы можете заехать к нам. У меня есть Trump and Sign, который вы можете взять. Может, тебе есть смысл просто взять их с собой и давать людям, чтобы... Да, действительно, если у меня получится быть в этом ралли. Я, конечно, могу приехать, но если у вас есть что-то, возьмите, да. Нет, если я буду на этом ралли, я обязательно с собой это возьму. Хотя организаторы беспокоились, говорит, вот придет группа поддержки, у них будут флаги с Трампом, и вот они беспокоятся, что вот эти вот БЛМ-овцы и прочие волшебные на голову люди могут прийти там, так сказать, устроить какую-то бучу. Поэтому я говорю, мужчинам нужно прийти на ралли. Да, мужчинам надо прийти, да, и с чем-нибудь там, где, я знаю, с гантелями, наверное, какие-нибудь. Будем заниматься... А мы женщинам придутся сковородками. Сто процентов. Хорошо, спасибо большое. Кстати, буквально сегодня утром прочитал классную шутку. Приходит чувак пьяный домой, стоит жена в дверях со сковородкой, говорит, дорогая, да иди спать, я не голоден. Да, да, да. Добрый день. Добрый день. Еще раз дату и время. Это будет 13 воскресенье. Я думаю, что в 11 часов. Я на Фейсбуке смотрел, но вот сейчас Фейсбук почему-то не работался. Сейчас попробую. 13 сентября, в это воскресенье, в 11 часов утра. Угол Данди и Милуоки в Виллинге. Фейсбук так и не работает. Вот такая ненадежная машина. Милуоки не работает. Нету, нету ни в какую. Ни мессенджер, ни открыть, ни главных страниц, ничего. Добрый день. Добрый день, добрый день, Сергей, добрый день. Толи, Владимир Кейвилинг. Жаловы. 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 Ребята, я вот, я вот, только сегодня добрался, почитал, ночь, последнюю газетку, нашу локальную, 7 дней, там есть статья, перепечатка, не знаю, откуда перевод. Называю же так, на заголовок, на заголовок. Взрывоопасная ситуация, а заголовок, из-за оружия и вооруженных отрядов, протесты становятся ужасающими. Я бы считаю, это перевоз какого-то либерального без сайта, и там интересно, в этой статейке, почему я всем рекомендую, там концентрированы все способы либеральные лужи. Там так, это интересно, там описана вся эта ситуация с Кайлом, мальчиком из Кайла Роденхаус, да, Роденхаус, как он пытался, как нехорошо, что это случилось. И там, честно, пишут, что он подбежал к полиции сдаваться, и полиция уехала. Да. Понимаете, и вот почему же-то не надо ходить на эти мероприятия с оружием? Почему же это не надо? И шериф местный, который, наверное, последний раз шериф, в киноше Дэвид Бетт говорит, что ему предложили граждане Киноши предложили вывести 3000 человек граждан вооруженных на улицу, чтобы этих погромщиков, которых тут, естественно, называют мирными протестами, остановить. Он не захотел, потому что он, конечно же, демократ. Володя, есть вопрос. Если тебе выдать звездочку шерифа, ты принесешь там пару пистолей, я знаю, на охрану? Абсолютно. Вот и все. Без проблем. Без проблем. Так вот, в этом все и дело, не, вот тут уже не у вас такое, что именно потому, что шериф отказался защитить собственность города от погрома, именно поэтому гражданам, вооруженным гражданам приходится выйти на улицу. Это как-то так мягко обходит эту тему. Понимаете? именно из-за неисполнения обязанностей, когда они работают, закон работает ствол. И вот это вот в этой статейке это очень интересное показательное. Это как, знаете, как образец. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день. Здравствуйте. Это Алекс с Брайденбейдж. Да, Алекс, привет. Здравствуйте. Спасибо. У нее самые тяжелые из всех сенаторов, которые какое были. Просто вопрос времени. Колеса закрутились. Она же иммигрейшн фронт. Женитьба на собственном брате. У нее будет там всего. Вопрос только один. Вопрос один. Будет ли у них достаточно политической воли, чтобы ее все-таки сбросить. Понимаешь, она выборный человек. Вот в чем дело. И тут нужно... Они будут очень аккуратны, потому что все-таки ее... Ну, это Justice Watch или как ее... Они же очень, вы знаете, какие они настойчивые. Да, да, да. Да, Judicial Watch. Они очень настойчивые, ребята. Так что будем надеяться. Дай бог, дай бог. Как у вас там в Бруклине, кстати? Там тихо, спокойно сейчас? А я... А у нас как в том анекдоте старом, знаете, в этом еще времен Перестройки анекдот. Уехал русский в Америку, да, поселился на Брайтон-Бейдж, через пару лет приезжает, его спрашивают, ну, как жизнь в Америке? Он говорит, не знаю, мы туда не ходим. Понятно, спасибо. Спасибо, Алик. Ну, держись тогда. Еще раз напомню, 13 сентября в воскресенье в ближайшее планируется Ралев в Виллинге на пересечении Данди и Милвоки. Пожалуйста, если вы считаете необходимым, приходите. Для тех, кто не знает этот перекресток, предупреждаю, там стоит камера. Поэтому, ребята, на красный свет не проезжайте, и даже на желтый. Стоит камера и на Милвоках, и на Данди. Совершенно верно. Поэтому подъехали к стоп-линии, не наезжайте на нее, не то, что не пересекайте, даже не наезжайте. Остановитесь перед ней, если горит красный свет. Добрый день. Слушаем вас. Да, мам. Добрый день. Слушаем вас. Это там, где Волгринс, или там, где... На противоположной стороне. Это... Там, где фонтан. Это северо-восточная сторона. Вот северо-восточная сторона. Северо-восточная. Это тот угол, который около банка, Да, да, да. И за банком там паркинг. Теперь понятно. Да, спасибо. У вас минута времени. Добрый день. Добрый день, Сергей Добрынячев, Владимир Крестов. По поводу Ильханамар обвинения. Вы помните, недавно республиканского конгрессмена за потрату 200 тысяч из избирательного фонда осудили. Да. То есть, моим друзьям все, моим врагам закон. Это да. Да, да, да. Спасибо. К сожалению, да, такая у нас система правосудия для демократов одна, для всех остальных другая. Спасибо большое, друзья. Спасибо. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok